Добрый день, меня зовут Коробкова Наталья, я психолог и специалист по психосоматике. Все мои контакты есть внизу в описании под этим видео. Сегодняшняя тема трахеид, психосоматика трахеида. Конечно, когда у человека был один единичный трахеид, он обычно не обращается к психосоматологу и не ищет в этом какой-то психологической подоплеки. Он просто считает, что он где-то простудился, наверное, или еще что-то, или инфекцию подхватил. Но когда трахеид становится хроническим заболеванием, в каком плане, то есть раз в год человек заболевает трахеидом, вплоть до того, что там ломит спину посередине, ломит грудь, кашель, в общем, и диагностирует, ставит, что это трахеид. То есть оно вроде бы дальше в легочные дела не спустилось, но трахеид ставит. Как правило, там сильный кашель такой прям аж с рвотными позывами. О чем говорит трахеид? Трахеид на самом деле имеет те же причины, что и любые легочные заболевания, бронхи, то есть это все из разряда пневмоний, всякой легочной инфекции, воспаление легких и так далее. Но просто воспаление легких это когда уже стадия восстановления, а перед этим был очень сильный какой-то стресс драматический, долгий, с сильным испугом. Так вот трахеид тоже на самом деле про испуг, просто который не был настолько сильным, чтобы сгрузиться потом в бронхи и в легкие. Испуг это какой-то территориальный страх. Например, человек что-то узнал, ему что-то сказали или что-то произошло на его глазах, что было вообще для человека неожиданным и пугающим. Ну какие здесь можно привести примеры? Например, вам что-то рассказали про вашего ребенка, чего вы от него вообще не ожидали. Там, к примеру, вас вызывают в школу и что-то говорят, что ребенок что-то там вообще ужасное сделал. И, значит, испуг матери такой, и типа, а что будет дальше, а что, а как, какие последствия? Вот. И, значит, вот это вот может запустить, это реальный случай может запустить у женщины трахеид, который у нее не проходил целый месяц, был бесконечный кашель, потому что там еще было в трахеиде еще много злости. Как бы вот кашель это про то, что когда человек все-таки еще хочет ответить на то, что он услышал или узнал, как бы вот, ну как полаять, лающий такой кашель, но по каким-то причинам этого не сделал или сдержался или еще что-то. Ну, в общем, там такая гамма чувств испуг, страх, злость. Вот. Потом, что еще, когда может быть трахеид? Например, да, либо, например, человек узнает, что его самый близкий друг или подруга сделали что-то такое, что этот человек, ну вообще вот именно от этой подруги или от этого друга просто не мог ожидать. И вдруг узнают, что этот человек сделал что-то такое, что может навредить вот этому человеку. То есть если друг оказался вдруг. Вот такая вот, тоже такой был случай реальный. И шок от этой новости, от того, что ты думал, что это рядом друг, а это предатель, тоже может запустить вот этот испуг. И там еще последствия обязательно. Человек должен испугаться последствий, который за этим, за этой новостью следует. Последствия для него, для самого, естественно. Вот тоже, значит, запустила у одного человека трахеид. И почему трахеид потом может повторяться? Потому что сначала был какой-то один первый такой самый мощный неожиданный конфликт переживания, который запустила. А дальше идут триггеры. Произошло что-то похожее на то, что было тогда. Вообще, может быть, другая ситуация. Но чувства были похожи. Опять неожиданность, испуг такой, ну, на уровне там, а что мне за это будет? Там тоже такой некий страх жизни и смерти. Так же, как в психосоматике, повторюсь, легочных заболеваний. Вот. И, значит, вот дальше уже триггеры, триггерует тело на привычное переживание вот таких эмоций. Поэтому, чтобы вылечить трахеид, чтобы он у вас снова и снова не возникал при определенных стрессах, нужно найти ту ситуацию, с чего это началось, проработать ее, изменить к ней отношения. В общем, там работа по ресурсам, найти ресурсы, убрать страх. Все это, как сказать, все это смягчить. И, в общем, чтобы в дальнейшем, если произойдет что-то похожее, даже неожиданно, чтобы уже не было такой реакции тела. Тело уже будет на это мягко реагировать, как уже будет неким буфером. Вот, собственно говоря, это про психосоматику трахеида. Значит, записаться ко мне можно по телефону, пишите ватсап, вайбер, значит, контакты мои внизу в описании под этим видео. Всего вам доброго, до свидания.